И сейчас я хотела бы предоставить первое слово нашему спикеру Николаю Ивановичу Ховронюку, который является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины и директором по научному развитию нашего партнера Центра политика правовых реформ, который находится в Украине. Его выступление будет посвящено уголовной политике. Он расскажет о том, какой он краткий анализ провел в выполнении концепции правовой политики, которая действовала в Казахстане с 2010 по 2020 годы по вопросу уголовного права, остановится на некоторых критических замечаниях проекта, которые предложил разработчик и предложит какие-то дополнительные рекомендации, что можно было бы осветить в новой концепции правовой политики Республики Казахстан. Николай Иванович, пожалуйста, Вам слово. Добрый день. Меня хорошо слышно. Я, конечно, благодарю Вас за приглашение. Я рад Вас всех видеть, хотя бы в таком режиме. Что касается проекта концепции, конечно, когда я его изучал, то отнесся со всей ответственностью, понимая, что этот проект пишется для того, чтобы быть принятым и будет действовать в течение 10 лет и станет основой для разработки последующих концепций. Если говорить о кратком анализе выполнения предыдущей концепции правовой политики на 10-е и 20-е годы, то я для себя сделал такой вывод, что, в общем-то, уголовный кодекс Республики Казахстан – это достаточно эффективный инструмент уголовно-правовой защиты прав и свобод человека. И он действует, он действует нормально, но при этом все-таки ему присущи значительные недостатки. И в своих выводах я обратил внимание на некоторые из них. Как мне кажется, основной недостаток состоит в том, что в этом кодексе прямо не определены его основные принципы. Знаете, у нас в Украине все приговоры, другие решения судов, они потом испытываются на прочность в Европейском суде по правам человека. И мы вынуждены каждый раз, когда принимается то или иное судебное решение в Украине, его уже заранее сравнивать со стандартами Европейского суда по правам человека. И среди этих стандартов известны принципы, в первую очередь принцип верховенства права, принцип юридической определенности, принцип пропорциональности, который иногда у нас называют принципом справедливости. Некоторые другие принципы равенства, индивидуальности, юридической ответственности и так далее. И вот, когда эти принципы закреплены непосредственно в законе, в частности в уголовном законе, когда они раскрыты в этом законе, когда они раскрыты таким образом, что их все понимают одинаково, Когда все положения уголовного кодекса применяются на основании этих принципов, если какие-то из положений уголовного кодекса являются непонятными, то их всегда можно сравнить с принципом и сделать соответствующий вывод. И, во-вторых, когда законодатель принимает какие-либо изменения к уголовному кодексу, то он тоже вынужден следовать принципам. Он не берет что-то из головы, скажем, те же меры наказания, а он смотрит, будут ли они пропорциональны. Он не берет из головы какую-то формулировку, а он думает о том, будет ли она соответствовать принципу юридической определенности и так далее. Дальше. Говорилось в предыдущей концепции правовой политики о двухвекторности уголовной политики. И, в общем-то, я делаю вывод, что она соблюдена, эта двухвекторность. Если вспомнить о том, что действительно за проступки и более, точнее, менее опасные преступления, ответственность и наказания более-менее либеральные, а в отношении тяжких преступлений, непреступлений, совершенных соучастием, организованными группами и так далее, наказание достаточно суворое, освобождение от наказаний достаточно редкое, оно обусловлено, обставлено многими условиями и так далее, то да, двухвекторность соблюдена. Но вместе с тем возникают некоторые иные вопросы, которые касаются двухвекторности. Ну, например, это вопрос по гуманизации уголовного законодательства. Я считаю, что слишком широким является перечень статей, предусматривающих преступления, за которые уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. Этот перечень можно было бы сократить. Можно говорить о начале этапов уменьшения пожизненного лишения свободы. Хотя оно и применяется не так часто, но даже по сравнению с Украиной у нас чаще применяется. Но, тем не менее, нужно все-таки постепенно начинать уменьшать возможности для применения этого вида наказаний. Но в отношении определенных категорий лиц, в отношении определенных преступлений и так далее. Следует усиливать роль потерпевшего при решении вопроса о возможном освобождении виновного от наказания, применении к нему определенных видов наказания и так далее, если это затрагивает напрямую интересы потерпевшего. В конце концов, когда мы говорим о гуманизации, то мы вообще не должны забывать потерпевшего, потому что гуманизация – это не только для лица, который привлекается к уголовной ответственности. Довольно узок, по-моему, перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния. Мы привыкли как-то к тому, что в уголовных кодексах постсоветских стран есть положение о необходимой обороне, крайней необходимости, производственном риске, что-то еще, и этим, в общем-то, ограничивается. И совершенно незаслуженно забыты такие обстоятельства, исключающие противоправность, как согласие потерпевшего. Естественно, что не согласие на его убийство, а согласие на причинение ему телесных повреждений, скажем, в результате каких-то действий. И потом причинение вреда во время официальных соревнований, выполнение профессиональных обязанностей и так далее, и так далее. То есть все то, что на практике фактически и применяется, его нужно формализировать и закрепить в уголовном кодексе. К сожалению, несмотря на то, что существует множество международных договоров членом-участником которых является Казахстан, и в этих договорах указано, что страны-участники будут применять, ну, так называемую квази-уголовную ответственность юридических лиц, в уголовном кодексе я не нашел положений о каких-то мерах в отношении юридических лиц. Тот вопрос, что даже в тех странах и в постсоветских странах, где такие положения есть, но при этом они применяются редко, это второй вопрос, как заставить суды, чтобы они во всех случаях надлежащие, применяли соответствующее положение. Но они должны быть предуспортны. Потом следование, опять же, этим постсоветским традициям и выписывание в уголовных кодексах понятия общественная опасность, наверное, вы когда-то все-таки придете к тому, что этого не должно быть. Но мы в Украине уже пришли к этому, и в проекте нашего нового уголовного кодекса мы не применяем понятие общественная опасность, поскольку оно является неконкретным, оно не соответствует принципу юридической определенности, и оно может существовать, но только на уровне учебников. В законе ему делать нечего. И тем более, когда в законе выписывается понятие, скажем, уголовного проступка, преступления и деяния, не представляющего большой общественной опасности, понятие общественной опасности становится понятием, которое проводит черту, которое делает границу между этими понятиями. И само по себе оно является неконкретным, непонятным, и отсылает ни к каким-то законам, ни к Конституции, опять же, к учебникам, учебным посудиям. Каждый из ученых, как известно, это понятие может применять и толковать по-своему, и все это ведет к, так называемому, избирательному правосудию. К сожалению, также не достигнута декриминализация уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. Ну, во-первых, можно было бы исключить из Уголовного кодекса некоторые статьи, перенести их в законодательство об административных правонарушениях. Ну и, кроме того, во многих из статей, которые предусматривают ответственность за экономические преступления, применяются такие формулировки, как повлекло какой-то там вред или могло повлечь такой же вред. И вот это теоретизирование, что могло повлечь, которое иногда бывает недоказуемым, оно, тем не менее, почему-то влечет такую же уголовную ответственность, как и реальные серьезные последствия. К сожалению, также республика до сих пор не отказалась от смертной казни, хотя она и не применяется, но это, опять же, другой вопрос. С первым шагом нужно от нее отказываться. Сомнительно также с точки зрения принципа пропорциональности или справедливости это совершение, совершенствование института освобождения от уголовной ответственности. Ну, во-первых, в наших конституциях, как в Украине, так и в Казахстане, указано, что лицо может быть признано виновным лишь по приговору суда, который вступил в законную силу. И лицо, которое освобождается, даже если оно освобождается судом от уголовной ответственности, как бы получается, что это довольно странная ситуация, что оно не признается судом виновным, в отношении него нет приговора, но в то же время якобы считается, что это лицо совершило преступление, и вот из милости государству его освобождают в уголовной ответственности. Поэтому мы у себя решили этот институт уничтожить и заменить его соответствующими формами освобождения от наказания. То есть суд выносит приговор, а потом, пожалуйста, может освободить лицо от наказания с применением каких-то иных мер, либо без их применения. Потом следует сказать, что этот институт освобождения от уголовной ответственности, он сомнителен, как для меня, и также и в силу его несоответствия принципу юридической определенности. Когда лицо освобождается и в законе пишут с учетом личности виновного. Но ведь каждый из нас личность. Что значит с учетом личности? С учетом какой именно личности, хотя бы было бы об этом написано, но этих слов нет. Или слова о том, что если будет признано, что деяние утратило свою общественную опасность или лицо перестало быть общественно опасным. Опять же мы применяем вот такие невероятно неопределенные положения и даем суду, прокурору возможность для широчайшей дискретности. Ну и все вот эти положения, где написано про массовые заболевания, заражение, облучение, ухудшение состояния здоровья, нарушение прав организации, нарушение нормальной работы, срыв важных мероприятий. И вот таких словосочетаний я в уголовном кодексе действующем нашел десятки. Я вам крайне рекомендую от всех таких терминов избавиться и заменить их конкретными. А если это невозможно, то тогда вообще ничем не заменять. И, собственно говоря, вы мало что потеряете. Теперь, если перейти к критическому обзору уже проекта концепции правовой политики, то я бы обратил внимание на некоторые такие положения. Не буду говорить обо всем, потому что времени не очень много. И прошу меня еще, извините, привык последние годы говорить на украинском, поэтому сбивались иногда на русском языке. В проекте написано, что современная уголовно-правовая политика нацелена на обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также общества и государства от уголовных угроз. И вот я попробовал посчитать. Взял вашу уголовную статистику и посмотрел разницу между количеством правонарушений, которые были зарегистрированы. И количеством правонарушений, и количеством дел о правонарушениях, которые были направлены в суд. В целом, по всем уголовным правонарушениям, оно ровно в три раза отличается. То есть, скажем, если зарегистрировано, грубо говоря, три миллиона правонарушений, ну, я условную цифру называю, то лишь миллион уголовных дел направлено в суд. Это в целом нормальная ситуация. Одно из трех. Ну вот, когда мы переходим как раз к преступлениям, которые посягают на права человека, то тут это соотношение совершенно иное. Скажем, по делам о торговле людьми уже не в три раза, а в 43 раза. По делам о доведении до самоубийства не в три раза, а в 62 раза. Вы видите, что таким образом получается ситуация, что на каждые 62 сообщения о доведении до самоубийства лишь одно дело отправляется в суд. А в то же время, если брать сообщение о преступлении, совершенном против каких-то государственных органов, против управления и так далее, то почти каждое такое сообщение заканчивается направлением дела в суд. Это такая лакмусовая бумажка, по которой можно определить реальную правовую политику. Что еще? Важно выработать механизмы, направленные на обеспечение стабильности уголовного-уголовного процессуального законодательства. Ну вот, концепции как бы очень не конкретно об этом сказано, стабильность, она может быть результатом, наверное, двух вещей. Первое – это качество законодательства. А для того, чтобы уголовное законодательство было качественным, оно должно проходить многократную экспертизу, криминологическую, антикоррупционную и так далее. По поводу всех изменений в это законодательство должны сказать свое слово специалисты и так далее. А вторая сторона вот этой стабильности, она зависит от того, что все изменения в уголовный кодекс могут вноситься только исходя из правил, которые закреплены в самом этом уголовном кодексе. Ну вот, в некоторых странах уголовные кодексы относятся к тем видам законов, за которые может проголосовать, или которые, точнее, могут быть приняты только голосованием там трех четвертей или двух третей парламента и так далее. Можно предусмотреть то, что любые изменения в уголовный кодекс должны пройти режимом трех чтений. Такие изменения могут приниматься не чаще, чем раз в год, скажем, как в Германии проходит, скажем, реформа уголовного права, и накапливаются изменения, путем один раз в год за них немецкий парламент голосует. У нас же может быть так, что одна и та же статья меняется в течение года дважды, возможно, и более раз. Концепция, проект концепции, точнее, переполнен неконкретными формулировками, такими в духе позднего развитого социализма, типа выработать механизмы, осуществить дальнейшую гуманизацию, имеется необходимость пересмотреть, осуществить трансформацию и так далее, и так далее. Вместо этого нужно было бы наполнять концепцию более конкретными формулировками, и потом, благодаря таким конкретным формулировкам, можно ведь будет и проверить, исполняется концепция или нет. Качественное улучшение криминогенной обстановки. Опять же, это только слова, потому что к этим словам нужно добавить еще и то, как будет проверяться, на основании каких именно количественных характеристик и иных методов, методы опроса, статистические показатели и так далее. Так вот, как будет определяться, что криминогенная обстановка действительно улучшилась? Необходимо вместо, опять же, вот этих неконкретных существенный вред, тяжкие последствия и других подобных формулировок, описать, паранжиру, выстроить конкретные виды вреда, которые причиняются в результате совершения преступления. Николай Иванович, рекламент. Да, я понимаю. Я думаю, что я на этом, в принципе, могу закончить. Я тоже боялся превысить регламент. И тем более, что все, о чем я говорю, в принципе, письменно мною изложено, и желающие, наверное, могут с этим ознакомиться. Спасибо вам за внимание, за терпение. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...